Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно. Ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас покупка новой вышедшей, а вернее обновленной лошадки французского селя. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Да-да-да, вот так вот сходу решила я, что нужно сразу бежать и покупать обновленного французского селя, учитывая то, что я давно уже решила, какую масть буду брать, и вы сейчас эту масть наблюдаете. Да-да-да, вот эта вот лошадочка маленькая, старенькая такая вот с поломанным седлом, это и есть старый французский сель. И надо сказать, что это в принципе одна из самых моих любимых мастей полторашних поколений, неважно какой породы, я ее очень любила, она у меня всегда вызывала некую нежность, и поэтому сегодня мы едем покупать ее новую версию. Ну что ж, вот мы и приехали на винограднике, хозяйство серой рыбиной поляны, называйте как угодно, но именно здесь продаются новые французские сели, и также вот эта масть дублируется в Морланде. Ух, я бы хотела сказать, какую же бы масть выбрать, но на самом деле это сложно, мне понравились абсолютно все масти, вот честное слово, мне понравились абсолютно все, лично, конечно, меньше. Мне нравятся вот этот серый, пеги, но отдельно, без моего, скажем так, личного предпочтения, все масти интересные, все масти яркие, прекрасные, и даже нету нелюбимой. То есть даже серый имеет свой особый шарм, как и поламины, и пеги рыженькие, он вообще мне очень сильно напоминает именно скаковые или даже кроссовые компьютерные игры с лошадками, там любят такие масти добавлять. Но я сегодня приехала сюда за вот этой вот лапушкой, за игреневой мастью, на которой я, собственно, сейчас и сижу. Правда, у полторашнего поколения она не такая яркая, не такая, наверное, красочная, как у нового обновленного французского селя. Имя будет на английском языке, сила 3, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 2, гибкость 2. Доступно 6 уровня, у меня уже 25-й пошел годик, скажем так, поэтому у меня проблем с покупкой лошадей уже отсутствует. А вот проблема с прической, это вопрос сложный. Я вначале думала оставить корешечку, которая есть изначально, но потом узнала, что у французского селя есть еще одна корешечка, которая выглядит менее пластилиновой, чем вот эта вот родная. И плюс там челочка подлиннее, то есть вот обычная, а вот другая, она как-то незаметно перещелкивает. Вот так разница есть. Да, вот, разница есть, и мне нравится именно вот эта вот вторая причесочка, благо хвост, по-моему, вообще не меняется. Так что, да, шажочек, рысь. Я уже говорила в видео по обновлению, что калюрам у меня какой-то особой любви не появилось. Я делаю ставки на прыжок, что уж прыжок-то сделайте, тогда у этой лошади идеальный, и я ее направлю именно на конкурс. Потому что выездка, я вообще вот не вижу на этих калюрах что-то выездковое. Но я также придерживаюсь мнению, что если уж ты берешь лошадь, то ты берешь, садишься и пробуешь ее в деле. У меня это будет в кое-таки веке кобылка. Взрослая кобыла. И я думаю ее назвать так же, как мою нынешнюю лошадку полторашнего поколения французского селя. Ну, по крайней мере, я постараюсь это сделать. Так, давайте попробуем найти подходящие имена. Насколько я помню, у меня лошадь называется сказочная песня или сказочная мелодия, что-то такое. Но я хочу назвать новую версию Fantasy Melody. Прям очень мне кажется подходящей для этой кобылки. Fantasy Melody. Прям очень мило, очень мурчащая, наверное. Даже, наверное, зефирно, что ли. Вот такие вот у меня странные ощущения и описания данного имени. Не знаю. Ну, в общем, да, сижу улыбаясь. Скулы уже болят. Лошадка стоит 900 старкуэнсов. С учетом изменения стрижки добавляется 19 СК. То бишь, в общей сумме 919. Так, ну что ж. Я сама от себя в шоке, что я покупаю ее уже так быстро, на второй день после выхода. Да, я ее купила, если что, прям во второй день после выхода обновления. Не знаю, когда выйдет это видео, но сам факт. Я очень редко покупаю лошадей так быстро. Раньше прям день в день могла купить. Сейчас нет такой возможности. Фух, ладно. Ну что ж. Французский сельд третьего поколения. Взрослая. Кобылка. Фэнтези-мелоди. Покупаем. 919 СК. Я прям не могу. Давай. Да, 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 да. Здравствуй. О, Тибози мой, какая ты хорошая. Прям, да, я недаром ждала эту масть. Какая ты... Тибози мой. У меня прям очень нравится. Нравишься, да. Она мне очень нравится. Отправляем в конюшню. Ой, что? Тихо, тихо, спокойно. Куда? Не надо лизать камеру. Отправить в конюшню. О, прям. Ой. Ночь, 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 ночь. Я очень рада. Ура! Мы купили мне французское усилие. Я купила себе французское усилие. Это не может меня не радовать. Побыстрее я хочу уже отправиться на конюшню, найти, пересесть, посмотреть и сравнить также с другими породами спортивными. И также хочу сказать, что те, кто уже с 2000... с 2023 года ждал от меня и просил и верил в видео о сравнении спортивных лошадей, радуйтесь. Вы, наконец-то, это дождались. В ближайшее время я постараюсь снять для вас свой первый, наверное, в жизни на канале обзор сравнительных лошадей. И, скажем так, мое личное мнение, мой личный рейтинг, как я распределяю этих лошадей в спорт. Да, такое видео будет, так что ожидайте. Пройдет не так много времени. И я его сниму для вас. Так, ну все, я думаю, уже пора просто оказаться в конюшне. Так, вот мы и приехали в нашу конюшеньку. Здесь сейчас полный порядок, в отличие, по-моему, от Нового года. Хотя лошадей очень много недокачанных. Такие как Шайер, Орденец, Морганы, Пасафина магические. И даже Голландец. Все они еще недокачаны. Но нас сейчас в данный момент волнует французский сель. Так, дайте я... Нет, я сортировать не буду. Ооо, здравствуй, здравствуй, Фэнтези Мелоди. Боже мой, я не могу. Какая она милашная. Прям такая, прям очень такая. Как будто бы бархатистая, что ли. Здравствуй. Так, первое это у нас поглаживание. Всегда стараемся вначале погладить. Какая она милая. Я прям не могу. Мне очень нравится, что она похожа... Так, понятно. Что она очень похожа на голландца. Но при этом она отличается от голландца. В список моих безумных хотелок осталось только, наверное, добавить Вестфальскую и Альденбургскую. То есть, несмотря на то, что у меня уже очень много выездковых и конкурных лошадей, по моему личному мнению. То есть, мне уже хватает. Мне уже еще не надо. Я снимаю покупки только, когда очень влюбляюсь в лошадь. И чтобы как бы показать этих лошадок вам. И вот французского стиля я очень полюбила. О, второй уровень сразу получаем. Так, и я же потом забуду. Мы идем сразу покупать лошади ее подковы. Да-да-да. Потом еще недоуздок найдем. Но сейчас я недоуздок, наверное, сходу ей так не найду. Так, старые нулевки мы выкидываем. С ними, по-моему, ничего сделать-то больше нельзя. И смотрим. О, прям такая. Мне кажется, она как будто бы выше голландца. Но мне кажется, это просто обмана. Эффект какой-то. За счет длинных ног. Они, что ли, стройнее, чем у голландца? Не знаю. Но мне прям очень нравится. Особенно вот с этим сетом одежды, который я подобрала. Как он сочетается. Вот, пожалуйста. Вот она, разница в поколениях. Французский сель полторашнего поколения. Скажем так, первая версия. И, да, и очень подвижный французский сель третьего поколения. Сколько лет между вами, ребята? Даже уже считать бесполезно. Я собьюсь со счета. Очень нравится. Привыкать к алюрам буду долго. Наверное, так же, как и у мустанга. Потому что у мустанга я безумно долго привыкала к ним. У меня достаточно много комплектов для выездки и конкура. Но мне интересно все-таки увидеть эту лошадь в конкуре. Поэтому мы начнем с нее. Это первая лошадь в моей сосочной жизни. Первая лошадь третьего поколения. К которой очень хорошо подошло вот это седло. Самое светлое. У меня всегда была проблема найти для этого седла ту самую лошадь, на которую можно было бы его надевать. И я нашла эту лошадь. Этот день настал. Даже не верится. Я не верю. Так. Ну, к кофте у меня это ничего не подходит. Сейчас быстренько что-нибудь найдем. Вот это. И давайте где-то у меня были, по-моему, такие же светло-бежевые нагавки. Или я их кому-то отдала. На кого-то я их надела. Наверное, да. На какой-то лошади они, видимо, уже есть. А, нет. Вот. Все. Все. Я все нашла. О, ну прям. О, я не могу. Как это классно. Мне прям очень-очень нравится. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас сравнение с голландцем. И бельгийцем. По-моему, больше сравнивать-то и не с кем. Все-таки по Софина и Лепицааны более барочного типа. А вот голландцы и бельгийцы самое то. Ну, действительно, как будто французский сель выше. По ощущениям. Тихо, тихо, тихо. Какая же ты горцующий пони. Я помню, у Толкина так эта таверна называлась в «Властелин колец». Вот это вот, да. Наверное, знаете, я возьму лучше «Ол-Ина». Он хотя бы по мастям похож. А, еще теннисийцы я хотела бы сравнить с ними. Но, пожалуй, это вот уже будет именно в отдельном видео. Не сейчас. Так. Вот. Неужели? Неужели это троица? Не Буденного, правда. Но троица у меня на конюшне. Очень. Прям радуюсь. Бельгиец все-таки отличается очень сильно на фоне всех этих лошадей. И, пожалуй, да. Хотя я слышала, говорили, что как раз французский сель – это что-то смешанное между бельгийцем и голландцем. Однако я смотрю и понимаю, что пока что я от бельгийца здесь не вижу от слов совсем ничего общего. Вообще ничего. Не знаю, что тут может быть общего. У них моськи отличаются. Хотя, знаете, может быть широкие. Да нет. И глаза другие. И у французского селя, кстати, по-моему, самые маленькие глаза по сравнению с у бельгийца самые крупные. Потом вроде бы голландец. И мне кажется, вот у француза самые маленькие. Ушки вроде тоже отличаются. Но сам факт. Все трое хороши. Я даже фотку сделаю. Очень нравится. Прям очень-очень-очень. Времени бы мне и, я не знаю, сил кататься на всех этих лошадках сразу. Потому что бросать их на, я не знаю, свободные поля как-то не хочется. Так, ну что ж. Давайте теперь выйдем из конюшни и посмотрим на новую лошадку в деле. Я даже не поленилась и специально включила схему на ферме стила с конкуром. Потому что мне очень интересен прыжок. Но вначале посмотрим на базовые аллюры. Вот такой вот у нас шаг. Пока что он достаточно такой, не слишком быстрый. Но лошадь второго поколения. Это значит, что на 15-м она должна будет шагать с очень безумной скоростью. Даже не представляю какой. Далее у нас рысь. И моя знакомая заметила, что у французского селя на рыси и на шагу очень как-то плохо как будто бы работают передние ножки. В то время как задние вызывают просто восторг и восхищение. Особенно это заметно на рыси. Мы можем видеть, как динамично двигаются задние ноги. И как будто бы вообще, отстаньте вы от меня, двигаются передние. Мне это непонятно. Наверное, именно вот это отличие, разница в передних и задних ножках меня возмущает где-то глубоко внутри. Пока она этого не сказала мне, я даже не замечала. Далее манежный голоб. С ним вот у меня претензий нету. Он мне относительно нравится. Да и вообще, по-моему, манежный голоб у данной лошади мой самый любимый алюр, наверное, из всех, что у нее есть. Голоб. Резко меняем позицию. Кстати, да, переход из манежного в голоб очень рисковат, по-моему. Да, то есть он прям стартует очень сильно. Мы как-то двигаемся. Я не знаю, просто вот действительно я не могу ничего как-то плавного, хорошего сказать о голобе. Но нравится, как работают ноги. Как двигается корпус и голова лошади мне почему-то не нравится. А вот ноги меня устраивают. И хвост, кстати. Вообще ни капельки не смущает. Даже наоборот поставила бы плюсик. Так, и супер-быстрый голоб. Карьер, назовем его карьер первой ступени. Очень сильно анимация отличается от обычного голоба. Но тоже вот она прям рвет, куда-то скачет, куда-то прям бешено спешит. Я не знаю, я даже не помню, видела ли я когда-нибудь в жизни, чтобы там на скачках вот именно вот так вот, вот такими движениями скакала лошадь. Может быть, видела, но мне кажется, что нет. Ну и скоростная ракета, вторая ступень этого карьера. То есть она сейчас на втором уровне так бешено перебирает ногами. Что же быть на пятнадцатом? Мне уже страшно. Мне действительно страшно, я не шучу. Я не люблю, когда лошадь во время анимации движется слишком, слишком быстро, как будто бы нереалистично. И теперь посмотрим. У нас резкая остановка должна быть. Кстати, очень резкая, но при этом очень аккуратная. Мне нравится. Осаживание. Аккуратная. По-моему, точная копия осаживания голландца. Такая вот аккуратненькая. Дыбы. Как будто бы педальку крутит, в особенности левой ножкой. Правой нет. А вот левой, вы видите, вот эта вот бронь, она как бы то ли копает, то ли что-то крутит, но классно. Также у нас есть специальные аллюры, он пока нам не доступен. И специальный трюк, специальная анимация. Это вот такая вот свеча, которая очень похожа на стандартные дыбы нынешних андалузов. А я напоминаю, они у нас третьего поколения. Так, ну и теперь то, ради чего я здесь вообще собралась, это прыжки. Ну, знаете, как бы, вот вроде бы, но вроде бы и... Где-то да, а где-то нет. Вот когда у нее анимация не попадает нога в ногу, то есть мы не видим вот этого толчка за счет анимации, смотрится очень плохо. Но когда мы попадаем, и она вот отталкивается прямо задними ногами, в этом случае все хорошо. То есть вот тут сейчас вот я прыгала, все нормально, все плавно, а сейчас... Вот, а вот тут прерывисто уже не так. То есть когда она передними ногами, и мы нажимаем пробел, выглядит вообще как-то не очень. Так, на Роси. Ну, на Роси я вообще прыжки за прыжки не считаю. Так, ну, давай на Галопе. Очень странный карьер, вернее. Ну, опять же вот то же самое. Если анимация попадает, что она задними ножками успевает оттолкнуться, выглядит прикольно. Как будто бы она прыгает и немножечко замедляется в воздухе, подзависает. Но в случае, если, опять же, передними ножками, то выглядит очень странно. Ай! Тяжело. Ну, сейчас вроде нормально. Так что вот такая вот лошадка у нас французский сель. Мне она безумно нравится. Я очень счастлива, что я купила эту лошадь. Я давно о ней мечтала. С тех пор, кстати, наверное, как начала играть в 2017 году. Вот даже не зная историю происхождения данной породы, где-то там глубоко, в душе. Я очень ее хотела. Даже тогда, в 2017 году. И ни разу не придала значения ее изучению и, я не знаю, просмотру видео, фотографий. Просто хотелось эту лошадь в ССО. И, наконец-то, я ее получила. Для меня это очень большое счастье. Напишите комментарии под этим видео, какую масть купили вы или планируете покупать. Что вы скажете об данной породе, о ее аллюрах? Я свое мнение сказала. Меня они не устраивают, эти аллюры. Но при этом сама лошадь целиком и полностью засела в моем сердце абсолютно надолго. Даже, наверное, не то, что в сердце, а в моей душеньке. Так что вот так вот. На этом видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно их почитаю. Ну, а на этом все. И я буду с вами прощаться. Ой, боже мой, какая она милая. Я прям не могу. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Я только сейчас поняла, что во время движения дыбы у нее взяты от бельгийца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова